Третий день с неба течёт вода, очень много течёт воды. Говорят, так должно быть здесь, говорят, это как всегда. Такими картинками сейчас наполнены все страницы соцсетей пользователей с петербургскими адресами. Из 85 дней с начала лета солнце появлялось лишь в течение 17 дней. Для справки, это меньше даже чем четверть всего времени года, которое у нас, как шутят петербуржцы, по ошибке называют лето. Дождь на самом деле был эпический, просто библейский, как во времена Ноя. Даже для нас это было что-то из ряда вон выходящее. По данным водоканала, только за 24 августа объём водостоков в городскую канализацию составил 7 миллионов 872 тысячи кубометров. Абсолютный рекорд Петербурга в летний период за всю историю работы системы водоотведения. Раньше этот рекорд был зафиксирован в 2016, 6 июля. Но тогда объём дождевых стоков составил всего какие-то жалкие 6,9 миллионов кубометров. Дамба теперь защищает нас от наводнений со стороны моря. Но кто защитит нас от потоков воды с неба? Помимо культурной и северной, мы теперь стали и дождевой столицей России. Что теперь даёт нам лишний повод ещё более твёрдо провести черту между московским произношением слова «дождь», в отличие от нашего ленинградского варианта «дождь». Вот для кого слово «дождь» – это слово из другого мира или стихии, так это метростроители. Они живут в другом измерении. И даже скорость они определяют не метрами, а миллиметрами. 20 миллиметров в минуту – это скорость проходки щита «Надежда», который, подобно огромному стальному кроту, рыл туннель под дном Финского залива. 5 километров 200 метров за два года. И вот в пятницу в 6.45 утра две станции метро соединились одним тоннелем. Вот кадры, на которых зафиксирован момент, когда щит проходит последний метр. Все натерпелись. Продолжалось 2-3 месяца с затоплением, потому что шли под Финским заливом. Грунты неустойчивые, особенно в самом начале. До поверхности порядка было где-то 15 метров. В остальном, в принципе, все штатные ситуации. Впервые линия метрополитена соединила два острова с материковой частью города. И впервые в скором будущем пассажиры поедут в поездах метро под Финским заливом. Сложнейшая операция завершена. Еще одно пространство, которое мы покорили и раздвинули границы территории города. Как и задумывал основатель Петр Великий, вопреки всем болотам, стихиям и непроходимым гранитам Балтийского щита. Петербург – город прорывов. А такому городу уже никакой дождь не страшен. Редактор субтитров А.Семкин